Минувшая неделя началась с загадочной отмены оперативного совещания в правительстве Республики Башкортостан. А всю предыдущую неделю Хабиров якобы был в краткосрочном отпуске и поползли слухи о том, что на самом-то деле он не в отпуске, он на карантине и готовится к встрече с Владимиром Путиным. А в начале уже вот этой недели из Башкирского Белого дома просочилась информация о том, что встреча Хабирова и Путина запланирована на 2 апреля. Но и 2, и 3, и 4, и 5 апреля СМИ как воды в рот набрали. Никакой маломальской информации о том, что Хабиров встретился с Путиным, что Путин ожидаемо похлопал по плечу Радия Фаретовича и благословил его на второй срок правления в Республике Башкортостан, не последовало ни строчки, ни буквы об этой встрече в СМИ не было. Даже начались какие-то разговоры о том, что, дескать, эта информация должна быть обнародована и пройдет 9 апреля почему-то. Ну, все это по меньшей мере странно, согласитесь. И несмотря на шквал так называемых утечек из Белого дома о том, что Путин все-таки дал Хабирову добро на правление Башкортостаном до 2028 года, хотелось бы все-таки реального подтверждения того, что Путин таки хлопнул по плечу Радия Фаретовича, то складывается ощущение, что дорогой Владимир Владимирович как-то стесняется публично одобрять деятельность Хабирова на посту главы Республики Башкортостан. И вот этот самый отай всех башкир как-то, видимо, смущает Владимира Путина своими методами и своими, значит, действиями, которые он тут произвел за последние пять лет. В общем, странная какая-то двоякая ситуация складывается. С одной стороны, утечки из Белого дома, в том числе главного Белого дома в Кремле, о том, что, дескать, да-да-да, Путин согласовал Хабирова, но от первого лица мы этого все еще не услышали. Впрочем, опрос, который мы провели в телеграм-канале «Открытая политика» о том, понимает ли Путин, кто такой на самом деле Хабиров, показал нам, что наши подписчики, по крайней мере, не питают особых иллюзий относительно того, насколько Путин в вопросах власти на местах руководствуется здравым смыслом, а не принципом верности трону. Вот смотрите, какие результаты этого вопроса. Только 9% опрошенных надеялись, что Путин все-таки понимает и знает, что Хабиров творит в Башкирии и не допустит Хабирова на второй срок. Всего 9%. Еще 10% наивно полагали, что добрый царь не в курсе просто, а вот коварный Хабиров введет его вокруг пальца и добьется благоволения. И 81% опрошенных трезво предположили, что Путину глубоко наплевать на судьбу жителей республики Башкортостан, лишь бы Хабиров был лоялен, соблюдал все договоренности и дальше формировал батальоны послушных башкир. Впрочем, не исключена и некая интрига, в качестве хотя бы последней надежды. Если Путин публично не выдвинет Хабирова на второй срок, например, 9 апреля или когда-нибудь, то есть мы не увидим вот этой встречи и того, что Путин скажет «Да, Ради Фаридович, я всем доволен, как говорится, правьте дальше». Вот если этого не случится, тогда возможно появление неожиданного кандидата от власти где-нибудь в июне, в июле, который предсказуемо Хабирова победит на выборах и станет новым главой республики. Ну, это, как говорится, такая последняя вялая надежда на то, что Хабирова все-таки уберут из Башкирии. В любом случае, в скором времени мы все это увидим, поймем и будем понимать, как нам жить дальше с Хабировым или без. Если вам интересны наши выпуски, если вам нравится наше видео, непременно помогайте нашему каналу материально. Мы действительно живем только за счет ваших пожертвований, а помогая нашему каналу, вы обеспечите себя непредвзятой регулярной и оперативной информацией о жизни в Республике Башкортостан. Иначе, как говорится, БСТ. А помогать нашему каналу можно единственным доступным способом, через расчетный счет, который мы публикуем сейчас вот здесь. И также вы можете его найти под любым видео на нашем канале «Открытая политика». Атака украинских дронов на промышленные гражданские объекты соседнего Татарстана не на шутку встревожила жителей Башкирии. Ну, согласитесь, свободно летящие на 1200 км вглубь страны железяки, на борту которых по 20 кг взрывчатки, и падают они в 200 км от нас, это, конечно, не может не встревожить нормального человека. Впрочем, башкирские власти ограничились публикацией памятки о том, что нужно делать, если в ваш дом летит какой-нибудь спиртоносный байрактар. А вот глава Татарстана Рустем Мениханов подробно объяснил россиянам, что не стоит рассчитывать на защиту ПВО и предприятиям, предприятиям Татарстана в частности, надо самостоятельно заниматься защитой своих активов от низколетящих взрывоопасных предметов. Значит, очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Везде у нас запас должен быть, везде у нас должны быть бригады, везде мы должны понимать. Но не надо ждать, что у нас вот противоракетная оборона, она сегодня решает другие задачи. Мы должны своими силами решать эти вопросы, каждое предприятие. Жаль, что Мениханов не опубликовал список военторгов, где можно по сходной цене приобрести какие-нибудь подходящие средства ПВО. А в целом становится понятно и окончательно понятно, что как в случае с Белгородом, так и в случае теперь уже с жителями Поволжья, государство устами своих высших чиновников расписывается в полном бессилии и нежелании обеспечивать нам элементарную безопасность. При этом все то же самое государство, все настойчивее требует от граждан все больше финансовой отдачи. Налоги, ЖКХ, акцизы и прочее, прочее, прочее. Неизбежно в такой ситуации возникает вопрос, который всегда задавала тетя Роза Костя Астенбакену. А спрашивала она так, скажите, Константин, а зачем оно нам надо? Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки нашим видео и распространять их в соцсетях. Тем самым вы, безусловно, поможете многим еще не подписанным на открытую политику увидеть наше видео и, возможно, они тоже подпишутся на наш канал. Пока Ради Хабиров изо всех сил вымаливает у Кремля второй срок правления в Башкортостане, его подчиненные, не покладая рук, рубят бабло и стараются уйти от ответственности. Вот, например, утром 4 апреля был задержан глава Акбердинского сельсовета Сатаев Азамат Зилаирович. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере и по статье 290 части 6 ему светит многолетний тюремный срок. Но что-то мне подсказывает, что по сложившемуся при Хабирове тренде и традиции в Башкортостане господин Сатаев отделается всего лишь условным сроком. А в Уфимском суде забуксовало уголовное дело против экс-министра транспорта и дорожного строительства Александра Булушева и его зама Руслана Гарипова. В 2022 году чиновники намутили с контрактом по перевозке Хабирова и его свиты в Узбекистан. Потусили тогда в Узбекистане славно. И все мы помним, как Хабиров постил фоточки Бухары, Ташкента и нахваливал красоты древней Хивы. Оказывается, летал туда Хабиров спецрейсом, чартером за 33 миллиона рублей. А конкурс на этот перелет Булушев и его подчиненные провели уже после того, как Радий Фаритович съездил и чудесно отдохнул в Узбекистане. Ну, что, собственно, противоречит российскому законодательству. Как мы теперь понимаем, закон не запрещает губернатору летать развлекаться за 33 миллиона рублей, лишь бы конкурс на это развлечение, на оплату этого развлечения был оплачен должным образом. Ну, дальнейшее рассмотрение дела Булушева и Гарипова суд почему-то отложил аж до 3 июня. Что-то мне подсказывает, что дело идет к истечению срока давности по этому правонарушению и, как говорится, отпустят их с миром. Ну, как не отпустить таких уважаемых товарищей? Тем более старались они для Ради Фаритовича, чтобы он прекрасно отдохнул, посмотрел Бухару, посмотрел Ташкент. Ну, елки-палки, неужели за это в тюрьму сажать? Подумаешь, какие-то 33 миллиона бюджетных рублей. И снова скандал с закупками Минздрава Республики Башкортостан. В этот раз Министерство финансов выявило завышение цены закупки 28 единиц медицинского оборудования аж на 25%. Лишние 15 миллионов рублей Минздрав переплатил, конечно же, компанией Медтехника. Ну, кому же еще переплатить может Минздрав? Мы уже как-то привыкать к этому начинаем. Свою щедрость Министерство здравоохранения объяснило спешкой при освоении средств национального проекта. Ведомостью прямо заявили, что у них не было времени на проверку стоимости по контракту. Ну, что в итоге? Не было времени, значит, переплатили 15 миллионов, выявил все это Минфин. Что в итоге? Итог. 15 миллионов никто обратно вернуть не просит. А Минздраву, знаете, что за это было? Минздраву погрозили пальчиком. И предписали больше так не делать никогда. Как думаете, Минздрав услышал? Минздрав больше так не будет делать? Судя по всему, башкир Автодор выходит на финишную прямую. Хотя правильнее, наверное, было бы сказать, входит в крутое пике. На этой неделе была опубликована ужасающая отчетность флагмана башкирского дорожного строительства. Башкир Автодор закончил период с убытком 4 миллиарда и 100 миллионов рублей. Хотя годом ранее была прибыль. Ну, скромная, но прибыль. 29 миллионов в плюсе. Видимо, уже скоро в Башкортостане воссияет спаситель дорожной отрасли Тауфан Садыгов в парадной Тибетейке и с миллиардами Грефа под мышкой. И так называемое оздоровление флагмана башкирской дорожной отрасли закончится, вероятнее всего, банальным распилом оставшихся активов. Надо отметить, что уже на минувшей неделе чиновники Белого дома, предусмотрительно, отводя глаза, начали что-то там бормотать от чудодейственной концессии по спасению башкир Автодора. Ну, сами понимаете, концессия, восточный выезд, башкир Автодор, все под копирку. Пока федеральные телеканалы рапортуют о неуклонном и совершенно безжалостном росте качества жизни россиян, природа, которая телевизора не смотрит, неожиданно указала жителям республики Башкортостан на их полную беззащитность перед силами стихии. При том, что пик паводка по республике прогнозируется только на 20 числа апреля, уже во многих населенных пунктах сложилась очень тревожная ситуация. Жители многоквартирных домов некоторых городов плавают во дворах на надувных лодках, пытаясь привлечь внимание властей и коммунальщиков. В Довлеканово эвакуируют десяток домов из-за подтопления и ничего с этим власти МЧС поделать не могут. Рухнули мосты в деревне Урал и на дороге Дертюли-Нефтекамск. Затоплена половина площади крупного поселка Раевка. Проблемы на трассе Белорецк-Магнитогорск. Башкир Автотранс отменил ряд рейсов автобусов в направлении северо-запада. А что же власти? Власти раздувают шоки и рассказывают, как обычно, о своей полной готовности к ударам сил стихии. В принципе, конечно, надо всех, кто в процветающей и могучей державе смеет клеветать на отсутствие дорог, затопления, на недостаток горячей воды, дефекты медицины и вообще какое-нибудь бездействие МЧС, всех этих смутьянов стоит, однако, привонять к экстремистам. Вот тогда быстро все замолчат и будут плавать в своих дворах на лодках молча, не выступать, не требовать от государства хоть какой-нибудь помощи. Пока в Башкирии ищут и выявляют страшных экстремистов в Баймаке и его окрестностях, житель Мурманской области, 42-летний Александр Быданов, предпринял весьма экстравагантную и откровенно криминальную, на мой взгляд, попытку сменить состав региональной власти. Быданов подкараулил и ударил ножом в живот действующего губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Злодею прострелили ногу и задержали. Губернатора перебинтовали, отправили в реанимацию и зашили там ему кишки. Это был первый за 15 лет случай нападения на действующего губернатора. Ну и, как мне представляется, попытка сменить действующую власть через убийство. Безусловно, случай тревожный. Что бы ни творили люди во власти, на мой взгляд, переход к самосуду и террору – это недопустимая мера. Россия это уже проходила в самом начале 20 века, и мы помним и знаем, что террор эсеров закончился еще более масштабным и кровавым террором большевиков. Ну, как говорил Владимир Ильич Ульянов, мы пойдем другим путем.